Водобеспечение, качество воды, вот эти темы мы сегодня обсуждаем в программе. Обеспечение казахстанцев качеством питьевой водой одна из главных задач. Вот допустим в области Абай 29 населенных пунктов все еще не обеспечены чистой питьевой водой. Почти 50 тысяч человек вынуждены обходиться без центрального водопровода. Местные власти уверяют, что решат данную проблему в ближайшие пару лет. В регионе планируют реализовать 53 проекта в этой сфере. А наши коллеги из региона расскажут подробнее. Жители микрорайона Нахаловка в семье уже 30 лет ждут, когда же им проведут центральный водопровод. Люди говорят, что устали обивать пороги Акимата. Результата все равно нет. Пытались решить проблему самостоятельно, но вода в колодцах во дворах оказалась малопригодной для питья. Воды у нас как не было, так и нет. Хотя мы уже просим, сколько лет провести водопровод. Колонка то работает, то не работает. Вода соленая, невозможно пить ее. Почему водопровод нам не могут провести? В деревнях везде проводят. Мы в городе живем, как на Атшибе. Не в деревне, а на Атшибе. Это же не дело. Ирлан Атмухамбедула подтверждает, на всю Нахаловку всего две колонки. И те, что не день, выходят из строя. Поэтому, когда вода в них все же появляется, за ней выстраивается очередь. Бывает, что простаиваешь и по часу, и по два в очереди. По 20-30 человек приходят вечером к колонкам. Все после работы, всем вода нужна. Приходится набирать и носить эти тяжелые фляги. Выхода другого просто нет. Чтобы решить проблему, в регионе в ближайшие два года намерены реализовать 53 проекта и протянуть сети в 14 сельских округов. На это планируют выделить 8 миллиардов тенге из бюджета. Из них 33 – это новое строительство, которое будет обеспечивать питьевой водой население. 20 проектов – это в целях снижения износа сетей водоснабжения. В настоящее время у нас из 327 населенных пунктов 29 населенных пунктов не обеспечено централизованным водоснабжением. Среди четырех городов региона самый низкий показатель обеспеченности питьевой водой в областном центре – 91%. Поэтому в семье сейчас реализуют 9 проектов. 8 – на стадии разработки. По микрорайону Нахаловка документы уже направили в профильное министерство. И если проект поддержат, водопровод начнут строить уже в следующем году.